Владимир Устинов в режиме видеоконференции собрал губернаторов всех территорий Южного Федерального округа. Отвечал на вопросы жителей Краснодарского края губернатор Александр Ткачев, вместе с ним руководители профильных министерств и главы районов. От нашего края было задано два вопроса. К нам обратился житель города Белореченска Джимилев Сергей Якубович. По вопросу ремонта автодороги по улице Луценко и Сверглова в городе Белореченске Краснодарского края. Александр Николаевич, расскажите историю вопроса. Стоимость проекта примерно 2 миллиона рублей. Данные работы включены в план ремонта автомобильных дорог города Белореченска и будут произведены за счет средств Дорожного фонда муниципального образования. 15 мая мы провели уже акцион по выполнению данных работ и согласно контракту завершение предусмотрено 1 августа текущего года. Сергей Якубович, вот такое решение вопроса вас устраивает? Да, вполне устраивает. А вот жители хутора Танцура Крамаренко Тимошевского района просят полпреда оказать содействие в строительстве спортивной игровой площадки. В населенном пункте живет около 800 детей. От имени всех хуторян к Владимиру Устинову обратилась Юлия Будния. Мы очень хотим, чтобы у нас в хуторе появилась такая площадка. В край спорт разбивается. В Тимошевском районе много построено площадок. Поэтому нам бы хотелось, чтобы у нас появилась хуторя. Детки у нас спортивные, активные. Разработана проектно-саментная документация на выполнение строительных работ. 8 мая текущего года проведен аукцион на строительство спортивной площадки. Ведется работа по заключению муниципального контракта с победителем аукциона. То есть уже есть он выявлен. Контракт будет заключен не позднее 1 июня текущего года. После чего начнется строительство площадки. Сдача объекта в эксплуатацию 1 сентября текущего года. Это у нас сельское поселение. У него 3000 населения, 6 населенных пунктов. Школа, сад. И вот на территории школы мы, выделив 3 миллиона рублей, строим многофункциональную спортивную площадку. С освещением, с ограждением, с мягким покрытием. Естественно, это будет очень большой подспорье для такого небольшого поселения. Спортивный комплекс уже начали возводить. Жители не сомневаются, что все построят вовремя. Девушка признается, что написала письмо полпреду скорее по другой причине. Просто, знаете, сейчас мы посмотрели по телевизору, в интернете, модно обращаться. И мы решили усвоить. Потому что модно, да? Ну, молодцы. Прием жителей района для самих глав муниципалитетов не дань моде, а ежедневная работа. Каждый отводит таким встречам как минимум один день в неделю. Охотно общаются с жителями мэры и через местное телевидение. Сегодня жители обращаются не только потому, что они не доверяют местным органам власти, но и потому, что это стало вполне доступно, обыденно. Идут обращения параллельно и к губернатору, и к президенту, и к главам муниципальных образований. Обратиться напрямую к полпреду, губернатору или главе района теперь намного проще. С развитием интернет-технологий жители Краснодарского края больше задают вопросы уже через социальные сети и виртуальные приемные. Это, в свою очередь, позволяет оперативнее решать проблемы обратившихся.